Я категорически вас приветствую, дорогие зрители. Вы не обижаетесь, что я так вас называю. Это уже превратилось в какую-то добрую фишку на нашем канале. Сегодня мы присутствуем на интереснейшем мастер-классе интереснейшего человека Тимофея Прокопова. Он стоит у истоков современного виски-движения в России. И обойти его своим вниманием мы не могли никак. Тем более, что сегодня мы попробуем лучшие виски, которые я когда-либо пробовал. А попробовал я их уже больше тысячи, это точно. До сих пор никто не может снять с пьедестала Гленротт с 69-го года от Мэну Квейх, от Розлева, Тимофея Прокопова. Очень обидно, что всего лишь в этой комнате может поместиться 13 человек за столом. На мастер-классы хотели записаться порядка 40 людей. Тем более, что Тимофей Прокопов искусственно зачем-то подогрел интерес. Весь мастер-класс, пяти образцов, которые здесь пробуют, стоит столько, сколько стоит попробовать 20 миллилитров только одного Гленротт с 69-го года на фестивале. Итак, смотрим. Друзья мои, давайте начнем. Шутки шутками, но добро пожаловать на дегустацию серии виски Мэну Квейх. Меня зовут Тимофей Прокопов. Я являюсь, я бы сказал, создателем этой линейки. Сейчас объясню почему. Дело в том, что в основе того, что вы будете пробовать, лежат те молты, которые я в свое время выбирал, выдерживал, контролировал выдержку в Шотландии, ну и потом, безусловно, разливал. Почему, сейчас дойдем мы до этого, да? Почему у меня называется лекция с дегустацией Мэну Квейх? Последний шанс. Сильнее времени, потому что те виски, которые вы будете здесь пробовать, они действительно не подвластны времени, они не сгибаемы, не ломаемы. Но главное, что это последние виски, которые потенциально вы можете попробовать на дегустации. Сейчас купить что-либо из Мэну Квейха физически невозможно. У меня не осталось уже ни Капидониха, ни Глен Гранта, у меня не осталось уже ничего, и последние четыре бутылки я принес на сегодняшнюю дегустацию. Итак, как это все началось? Дело в том, что в 2010 году в Шотландии в компании Данкан Тейлэ мой друг и товарищ Марк Уотт, он начал такую очень инновационную программу, которая называлась Octave Invigorated, то есть взбодренная октава. Что делалось? Можно было выбрать любую бочку на складе Данкан Тейлэ, а там было более 14 тысяч различных бочек, различных виски, и, соответственно, можно было там сделать выдержку в Octave, если было желание. Этот процесс, он был такой достаточно кулуарный, далеко не всем можно было, и, конечно, там было не 14 тысяч бочек предлагалось к выбору, намного меньше, но когда получив там информацию от Марка, я сказал, что да, мне было бы интересно, решил, что это было бы интересно не только мне, но и российскому библиотеку сообществу. У нас было 4 друга, которые решили, что мы можем организовать такое общее предприятие, назвали его Manokwake, это был и я, соответственно, Михаил Селиванов, Павел Набойщиков и Влад Каманин, да, Влад Каманин. В конце концов, мы вот выбрали такой бренд, и идея была в том, что в этом кругу я отвечал за выбор первоначального виски, я отвечал за довыдержку и за прогресс по довыдержке, ну и потом я отвечал за все взаиморасчеты там с Данкан Тейлера. Поэтому, когда я говорю, что это мои виски, это мои молты, мои друзья меня целиком понимают, потому что я считаю, что мой вклад в данную линейку составил, конечно, там максимальную величину. Что у нас есть? Итак, мы знаем, что это все дело началось в Данкан Тейлере, довыдержка первоначальных виски осуществлялась в бурбоновых бочках, и потом по прошествии какого-то времени бочки были залиты, в бочке был залит на 18-месячный период Хереса Лороса, это были такие очень яркие, темпераментные атомные бочки. Для всех одинаково, да? Маленькие бочки вот такие были. Для всех релизов одинаково еще раз, подготовка октавы. Октавы это бочки дерева из-под бурбона, из-под американского виски, и потом в октавы заливался на 18 месяцев Хереса Лороса. Это подготовка бочки. Бочки октавы сами по себе небольшие, это вот такие 50-литровые бочечки, зачем они были нужны? Дело в том, что по большей части, вот то, что я пробовал в данном контейнере, безусловно, большая часть виски, она была интересной. Что-то было там в большую или меньшую степень интересной, но никогда не хватает какого-то финального такого вот подхода, финальный final touch, то, что по-английски называется, не знаю, как перевести на русский язык. Фактически, каждый раз я понимал, что да, вот здесь, например, не хватает немножечко тела, и я вот думал, вот здесь неплохо было бы хоть немножечко, да, вот засунуть, предположим, какую-то хересную бочку для того, чтобы она ей придала целостности, чтобы появился стержень, чтобы виски получила, виски получила какую-то, вот я не знаю, обработку, да, финишную. И, в принципе, как я это сравниваю, я сравниваю это с алмазом. Дело в том, что бриллиант, бриллиант, это алмаз, но если алмаз, вы видите, достаточно невзрачная такая структура непонятная, я вот нашел бы это где-нибудь на улице, опнул бы, подумал, что бы кусочек какого-то бутылочного стекла. В то время, как обработанный бриллиант, он, конечно, сверкает и сияет различными гранями. Та же самая была задача моя, найти хорошую основу, которую я бы посчитал, либо довыдержать ее в октаве, либо без довыдержки в октаве, можно было бы разлить. Но по большей части была такая идея, что каждый раз, находя что-то, я понимал, что вот здесь было бы здорово сделать те или иные манипуляции с виски и получить что-то более цельное, более яркое, более оригинальное и со вкусовой, и с общей целостностью, с балансированной части. Но давайте не будем по этому поводу, это все было неинтересно. Что такое Мэна Квейк? У нас было 6 основных релизов. Первый был Капердоник 1972 года, потом был Глен Грант 1974 года. Этих виски я сейчас уже найти не могу, у меня их тоже нету. Думаю, что никто их уже найти не может. Дальше был очень интересный Мотлах, 1993 года. За Мотлахом была очень интересная Калила 1983 года, потом был Линквуд 1986 года, ну и, вернее, да, потом был Глен Роса 1969 года. Из этих виски вот, соответственно, и состоится линейка. Сегодня мы с вами будем пробовать 4 образца из данного рейнджа, из данного порядка. Соответственно, Глен Грант была вот отличная вещь, Глен Грант 1974 года, потом был Капердоник 1972 года, ее тоже уже сейчас найти физически невозможно. Мотлах, первый образец, который стоит у вас на столе, это Мотлах 1993 года, это 17-летний виски, который, вот, соответственно, проходил до выдержки в октаве. но, прежде всего, что такое Мотлах, да, те, кто знают, что такое Мотлах, знают, что это самая первая была вискокурня в городе Дафтон, именно там проходил свою стажировку и первые 20 лет работал господин Грант, Вильям Грант, который потом основал Глен Фидих и Балвини и тому подобное, но Дафтон, конечно, он является столицей шотландского Спейсайда, но вот самая первая, конечно, вискокурня это была, это был Мотлах. Мотлах очень интересный сам по себе, вот там вот, это все мои фотографии заснежены, это вы не думайте, что это Сибирь, это по-настоящему, это и есть Спейсайда, это и есть Шотландия. На Мотлахе, как вы знаете, дробный метод дистилляции, там не делают двойную дистилляцию, там не делают и тройную дистилляцию, как на Охентошене, там делают дистилляцию очень интересную, там три Warsteel и два Spiritsteel, соответственно, когда вот там идет дистилляция, получается дробная дистилляция 2,81 раза. Для конденсации паров используются такие огромные чаны, знаете, показывали в свое время в фильме Самогонщики, там змеевик идет, да, и вот, соответственно, из-за перегонного куба все пары охлаждаются, там такая же идея, используются не новомодные конденсаторы, а используются именно старые вот такие вот змеевики, что является несколько необычным уже сейчас для Шотландии, но самое интересное, то, что в Мотлахе используется один очень необычного такого, в необычной форме перегонный куб, который называется Уи-Уичи, маленькая ведьмочка, вот, это сама, соответственно, вискокурня Мотлах, если же говорить о том, что мы с вами собираемся дегустировать, собираемся пробовать, то это будет самый молодой виски из коллекции Менокуэйх, это его этикетка, вы сможете там посмотреть ее и на моем стенде, что касается Мотлаха, то, безусловно, это Спейсайд, это не дымный виски, он, выгонка была 93-го года, розлив финальный уже после октавы был сделан в июле 11-го года, итоговый возраст, полный возраст 17 лет, и до выдержки в маленьких вот этих вот 50-литровых октавах составляло долгих 8 месяцев. Я вам должен признаться, что в течение 2011-го года я 10 раз побывал в Шотландии, контролировал довыдержку, я каждый месяц практически мотался в Шотландию для того, чтобы убедиться, что довыдержка не слишком большая, не слишком серьезный импакт имеет виски в октаве, и что в конце концов мы не получим какой-нибудь дубовый рассол из этой маленькой, но очень агрессивной 50-литровой бочки. Соответственно, в 2012-м году я был 9 раз в Шотландии, то есть я постоянно там был, постоянно ездил, контролировал. с Мотлахом мне хотелось получить из достаточно крепкого, то есть первоначальная основа, сейчас будем пробовать, первоначальная основа была крепкая, такая брыкучая, как молодой жеребец, знаете, такой необъезженный, пока его не объездишь, он брыкучий, он там кусается, бьет ногами, но в нем чувствовалась сила, в нем чувствовался внутренний стержень, да, и именно поэтому я вот предложил своим коллегам, они мне поверили на слово, что нужно там брать этот Мотлах, проводить его огранку в Октаве, да, и вот 8 месяцев, 8 месяцев, потом под конец после 8 месяцев я понял, что все, огранка сделана, дальше уже лучшего, я не добьюсь, дальше уже может идти только не спадание и вкуса, и ароматических, да, элементов, соответственно, я понял, что 8 месяцев больше нельзя, но вот это самая была длительная выдержка в Хересной Октаве, в конце концов, в конце концов, получился изумительный виски, я считаю, что Мотлах, из того, вообще, самый лучший Мотлах на планете, это, безусловно, флора и фауна 16-летняя, я считаю, что Мотлах тот, который до 20 лет, до 20 лет, да, то есть, вот, 16-шки, 17-шки, 18-шки, я не объективен, но вот лучше вот этого Мотлаха, молодого, до 20 лет, найти в мире невозможно. Объясню, почему. Он сам по себе, несмотря на то, что он имеет, вот, очень хорошую градусность, да, там, 51,2% алкоголя, он очень сбалансирован, он, у него не выпирает ни первичная основа, ни до выдержка, которая дала ему хересные ноты, которая дала ему нотки инжира, да, вот, которая дала ему и дополнительную дубовость, и этот виски, со своей точки зрения, он молодой, чувствуется, что он молодой, ну, конечно, молодой, ему 17 лет, да, никто не скажет, что это какой-то там, я не знаю, 30-летник или 40-летник, но с точки зрения своего комплексного баланса, с моей точки зрения, он является идеальным, а теперь я предлагаю попробовать его, я не настаиваю, я ни в коем случае не настаиваю, чтобы вы там разнюхали его очень долго, но сперва вы знаете, да, когда пробуешь, виски, надо сперва его попробовать на нос, нужно ощутить нос, причем, правильно показывал господин Паттерсон, надо нюхать не с расстояния, вот так, 5 или 7 сантиметров, нос надо засунуть прямо туда, нос надо засунуть прямо внутрь, если вы так не делаете, то мы с вами просто в пустую проводим время, пронюхав его, да, и получив свою гамму ароматов, я не настаиваю, что вот эти ароматы должны вы чувствовать, хотя, в принципе, я считаю, что должны, но не должны, может быть, у каждого, у нас есть свое понимание, оно пришедшее с детства, да, оно трансформированное через какие-то перенесенные детские, юношеские и взрослые ощущения, то, что мы воспринимаем для одного человека, например, когда мы разговаривали, да, со своими друзьями, то я говорю, что вот это, например, там, инжир, да, а мне говорят, блин, да ты чё, это же финики, финики и кокос, у каждого человека свое понимание, да, там, кто-то в детстве попробовал бабушкин малиновый пирог, и все, для него малина, это вот то, что он пробовал у бабушки, а у другого человека может быть совершенно своя гамма интересов, вкусов и трансформации, которые он перекладывает, понюхав там или попробовав на нос тот или иной виски, но опять же, когда вы дегустируете виски, вы должны для себя, прежде всего для себя, сказать, что да, я понимаю, согласен я с Тимофеем, или может быть он вообще там не в ту сторону ушел, у меня могут быть свои ощущения, у вас свои, да, поэтому я предлагаю вам попробовать ощутить то, что вы чувствуете, прочувствовать этот виски, который я считаю удался очень хорошо. С точки зрения самого Мотлаха, Мотлах это одна из самых моих любимых вискокурин в Шотландии, у каждого человека, к сожалению, там, хорошо ли это или плохо, бывают любимчики, бывают виски, которые там, или вискокурни, которые я не очень люблю, да, Мотлах это вот одно из тех явлений, которые я ценю, которые я очень люблю, и безусловно, я вот очень рад, что в той линейке, которая есть в Миноквейхе, у нас присутствует Мотлах. Кстати, не замеряли, сколько было этаново перед долимым октавой? Да, конечно, было 51,8. У меня все эти записи есть, у меня полностью есть все. В 8 месяцев немного спирта? Он потерял достаточно много, потому что октава, это 50-литровая, она пористая, дерево пористая. За очень короткое время, за какие-то 8 месяцев, потерял 0,6% по спирту, да, это достаточно, если бы так теряло бы каждый год, то мы бы и не увидели бы 17-летний Мотлах, но... Залили 50 литров. Залили 50 литров. Вышло 60... Сейчас я скажу, 60 с чем-то бутылок, да? Так, здесь у меня нету, давайте я посмотрю на стенде, более четко скажу, я вот крепость помню. Ну как, вы готовы переходить ко второму? Нет, нет, нет. Хорошо, давайте, давайте. Пускай, если у него такое длинное, хорошее, надо его прочитать. Дело в том, что у нас с вами всего лишь, навсего 45 минут, если мы с вами будем задерживаться, то, соответственно, мы задержим дальше, а потом следующий мастер-класс, и все полетит в тартарары. Я предлагаю вам сейчас провести дегустацию, а потом вы сможете там либо перелить это, либо потом отдельно посидеть и помедитировать. Смотрите, вторая, да, и очень интересная вещь, которую я предлагаю вам, это, соответственно, калила. Я искренне не понимаю людей, которые там говорят как-то по-другому, там, или произносят по-другому. Единственное правильное название этой вискокурни называется калила. Кэ-лила. Николайла, никулила, а именно калила. Что такое калила? Калила, она находится на Айле, и это та самая дистиллерия, которая прошла ряд там жизненных трансформаций. Дело в том, что до 72-го года это была очень красивая, такое олдскульная дистиллерия с киллном и с рабочими зданиями. Потом в 72-м году компания Диаджо, к тому времени это было United Distillers, они решили, что незачем им барахтаться на этом старом оборудовании, какие-то старые дома построенные там, неизвестно из какого камня. Снесли все нахрен и построили вот такую вот модерновую дистиллерию в 72-м году все старые здания были нахрен разрушены. Соответственно, она в 2012-м году и в 14-м году закончилась ее, в 16-м году, извиняюсь, закончила, была трансформация. Соответственно, сейчас Калила это очень современный такой модерновый завод, который не назовешь ни вискокурни, ни каким-либо там вот правильным словом, но те спирты, те спирты, которые я вам представляю, они относятся вот к этому, к той Калиле, которая была после 72-го года. Она была относительно небольшая, она была местечковая, она была спрятана далеко, ну, как далеко, остров Айла, он вообще очень маленький, она была спрятана достаточно далеко от всяких бомолов, ройгов, лаговулинов, артбигов и тому подобное находилась вот там вот, где пролив к Джуре. Соответственно, те спирты, которые выпускались на Калиле 72-го года, это были, по большей части, если посмотрите, это очень красивые, очень яркие спирты. Соответственно, если переходим отсюда, то мы говорим про Калилу 1983-го года выгонки. это 28-летняя, вот такая вот этикетка, 28-летний спирт, 28-летний виски, который я нашел с большим трудом. Дело в том, что каждый раз, приезжая на Данкан Тейла, я встречался с Марком, Марком Уотом, коммерческим директором, и мы отслеживали прогресс по матюрации тех бочек, которые были куплены, а также я пробовал что-то новое. И был не раз, когда я приезжал к Марку, он мне выставлял там 12-15 образцов, я пробовал, и, ну, виски был не того качества, хотя вроде бы Марк для меня подбирал лучше из того, что вот у него там было на складе, что он пробовал, да, но был не раз и не два такая ситуация, когда я уезжал огорченный тем, что попробовал совершенно не то, что я хотел бы или чтобы я мог бы выбрать. И с Калилой получилась такая же ситуация, когда я очередной раз приехал, а до этого я никак не мог выбрать, из 12, из дюжины пробников, которые мне предоставил Марк, ну, это была неплохая, там, это было ничего, это было неплохо, и вдруг показалось, знаете, как бывает любовь с первого взгляда, вот реально, вот бывает такое, кроме шуток, вот не знаю, сами испытывали, нет, бывает такое, пробуешь и думаешь, бля, это оно, это реально оно, понимаете, зацепило, да, но даже в этом случае она была очень нежная, она была сказочная, она была многогранная, то есть, когда виски однотонный, да, вот он вот, одноразовый, то и он не интересен, нахрен, кому нужен виски, который, вот он сейчас такой же, да, через минуту такой же, у него нет развития, да, он просто однотонный, здесь же, Калила, меня просто покорила своей многогранностью, пробуешь, да, на нос, пьешь, да, делаешь глоток, и приходит одна волна, и ты чувствуешь одно, через полторы минуты приходит другая волна, и ты чувствуешь, что развитие, глубина у этого виски только увеличивается, развитие проходит от большего к наивысшему, меня, конечно, Калила 83-го года, конкретная бочка, конечно, покорила, и я Марку сказал, что все, вот это она, если ты кому-то ее продашь, я тебя убью, я сказал именно так, смысл заключается в том, что была очень нежная, красивая, замечательная бочка, но ей не хватало лишь чуть-чуть, знаете, как вот, была какая-то рябь, а мне хотелось, чтобы молодая, яркая, октава, хересная октава, придала ей границы, херес, он немножечко, подсвечивает, знаете, вот немножечко более делает ярким, и с другой стороны, он не дает растекаться молту, вот по вкусовым ощущениям, там, километр влево, километр вправо, да, он дает возможность усилить ощущения, но с другой стороны, придает границы, именно то, что мне нужно было, соответственно, три месяца, очень, боялся, чтобы не дай бог, не убить вот эту нежность, чтобы не убить эту сказочность, одну секундочку, сейчас буквально, я вот три месяца, и в конце концов я сказал, что все, снимаем, там, вот я сказал Марку, что давай быстрее, и я присутствовал при розливе этой бочки, единственная бочка, которую там, когда разливали, когда я там находился, и сам там заполнял бутылки, соответственно, что такое Калила, 83-го года, если кто-то меня спросит, какой мой самый любимый виски, среди всех моих Менакуэйхов, я сразу скажу, это Калила, это сказочная, нежная, красивая, изумительно чистая Калила, которую я люблю, превыше всего, из всех тех молотов, всех тех виски, которые я когда-либо там пробовал, сам создавал, я представляю вам Калила, 83-го года, 28 лет, 3 месяца в Херестной оправе, безусловно, Калила, это Айла, это Торф, это, немножечко даже медицинские там темы есть, чуть-чуть криозота, но это, очень нежно завернутая, вот такая вот, опять же говорю, у нее, она как, периновым платком, да, покрывается вот этим Торфом, но сама, вкусная, фруктовая основа, она никуда не исчезает, и Калила, в отличие от многих того, что я пробовал, она отлично развивается, если с ней посидеть, у меня было такое, когда сидишь с этой Калилой, да, и вроде бы, у меня на втором этаже есть кабинет, мой кабинет, да, где вот я там запираюсь от всех, там жену с детьми выгоняю, и говорю, что там не мешайте мне, я дегустирую, в конце концов, сидишь, вроде бы недолго, да, сел, немножечко там, разнюхался, стараешь дегустировать, вроде просидел минут 10-15, выходишь, блин, полтора часа пропало, куда время убежало, просто проваливаешься в то, что я называю хорошим молтом. Итак, друзья мои, следующее, после, а, я не знаю, ну просто изумительной Калилы, мы переходим к следующему, Линквуд, Линквуд это спейсайд, Линквуд это замечательная дистиллерия, которую я просто реально люблю. Все спирты Линквуд, которые я когда-либо пробовал, они всегда выше среднего качества. Это очень интересная вещь. Опять же, Линквуд существует два Линквуда, да, вот написано, что Линквуд после 71-го года, параллельно с существующим, existing liquid, да, Линквуд, Линквуд, было построено вторая, и в принципе они выпускают спирт, который называется Линквуд. Старая дистиллерия и новая имеют кубы совершенно одинакового устройства, и совершенно, они вроде бы одинаковые. Я пробовал New Make Spirit и из новой дистиллерии, и из старой дистиллерии, они не похожи. Вот две, я не знаю, как они разливают, они между собой не похожи. Единственное, что они делают, там они загоняют все это в большой wetting tank, смешиваются там, но это все дело делается с 1993 года, там поставили единый такой резервуар, где все дело смешивается. Не знаю, как там это все дело было устроено в 1986 году, однако, могу вам сказать, что тот Линквуд, который я попробовал у Марка, произвел на меня самое благоприятное впечатление. Он был достаточно нежным. Вот вы сейчас попробуете, да, он не сильный виски, он цветочный виски. А, вот, да, выходящие данные, это декабрь 1986 года, это дистилляция, 9 месяцев, это в рефильной октаве, 26 лет. Итого у нас получается, что 26 лет Линквуд провел в бочках, и на выходе, в декабре 2012 года, мы получили спирт с крепостью 47,2%. Он сам по себе очень цветочный. Если вот вы дальше там посмотреть, да, то он очень сладкий, он более такой, знаете, у него цветочность не легкая, такая, знаете, какая-то гвоздичная, да, а у него более серьезная, он идет в вереск, в шотландский вереск, он идет с такими тонами, как вот финики, курага, сухофрукты. Безусловно, он получил от предыдущей бочки всю насыщенность, всю сладость бурбонной бочки. Поэтому там есть и ваниль, да, там есть и корица, ну и медовые, вот такие оттенки. Я приглашаю вас попробовать его. Это, это очень сбалансированный, очень такой, знаете, хорошо собранный молд. Он, конечно же, не является чем-то сверх вот таким особенным, хотя с моей точки зрения, вот я, например, могу вам сказать честно, что когда хочется дома просто сесть, вот у меня раньше было, у меня Линквудов было 6 бутылок, когда хочется 6, сесть просто перед камином, вытянуть ноги, да, там вот, просто подумать, Линквуд идеально. Для этого подходит не Калила, для этого подходит не Капердоник с Геленгрантом, да, это именно Линквуд, который дает возможность расслабиться и почувствовать вкус жизни. В полном смысле этого слова вкус жизни. Если нет дальнейших вопросов, я бы перешел к последнему. Вот такой, вот этот с ароматом связанным, вот с бумагой, когда открываешь пачку, четвертый аромат, да, вот этот запах, и вот здесь он, это и есть вереск? Вереск, вы знаете, вот вереск надо пробовать, вы же были в Шотландии? Нет, вот как бы ты открыл эту бумагу, да, ну, пачка бумаги, это как в тритер засовывает обычная. Вот видите, у каждого у нас есть свое понимание, да, я вот сейчас не готов сказать, я ни разу не чувствовал, я очень часто пил Линквуд, ни разу не чувствовал формат А3 или А4 у бумаги, не чувствовал, ни разу не чувствовал. Я прошу прощения, это не моя история. У меня история больше с вереском, знаете, вот с медовостью, я мед, у меня дедушка занимался, он был пасечник, да, у него была там, собственная пасека, мы сами там крутили вот такую в большой бочке, вывозили мед, и поэтому я вот очень хорошо ассоциирую это со своими детскими, вот такими, прежде всего детскими запахами. Так, друзья мои, четвертый образец, это Глен Росес. Глен Росес находится в городке Росес, это одна из четырех дистиллерий, которая там находилась. Одну дистиллерию Капидоних там снесли полностью, но тем не менее, вот это город с такими прекрасными виски, историями, да, с наследием виски. Соответственно, Капидоних, он имел очень-очень страшную историю. Если посмотреть на протяжении своей жизни, Капидоних по большей части не работал, он просто стоял, он четыре раза горел, останавливался на очень длительные промежутки и стоял там десятилетиями. Глен Росес имеет фактически культовый статус среди всех шотландских дистиллерий, да, это одна из тех дистиллерий, которая наравне, там, я не знаю, с Бомо, с Маккалланом, да, с самыми знаменитыми, известными грандами, принимается виски любителями, виски экспертами, как одна из самых уважаемых дистиллерий класса. Соответственно, безусловно, Глен Росес является домом для бленда Кати Сарк, безусловно, она была тоже увеличена, ее мощности были увеличены, и сейчас она производит более 5,5 миллионов литров чистого спирта в год, но кого это интересует, переходим дальше. Я вам представляю Глен Росес, это самая старая, это самый старый виски из моей линейки. 42 года, итого 4 месяца было проведено в Хересной Октаве, все остальное время до этого Глен Росес 69 года просидел в рефильной бурбоновой бочке, из которой в принципе мы его и изъяли. Когда я попробовал его впервые в Шотландии, то я понял, что это, конечно, это просто бомба. Я написал своим коллегам, что, ребята, это будет, конечно, просто бомба. Этот виски нужно обязательно брать. Коллеги со мной согласились, поверили мне, и, соответственно, мы за безумные по тем временам деньги купили этот Глен Росес, перелили его в Хересную Октаву, и я очень боялся любой виски возрастом более 40 лет может быть уже старым, выдохшимся, передубленным, каким угодно. Я боялся, что ту целостность Глен Росес, Глен Росес, который я увидел на тестинге вот в Данкан Тейла, боялся каким-либо образом ее разрушить излишней выдержкой в Октаве. Четыре месяца хватило, и мы получили шикарнейший виски, который я имею честь вам представить. Это очень интересный молд, который при... вот когда вот его на нос ощущаешь, да, ты понимаешь всю комплексность этого букета, многогранность, многослойность этого чертовски обаятельного аромата. в итоге, в итоге получился вот такой очень крепкий, очень сильный, сладкий, одновременно с этим, с хорошей, вот с очень правильной. Дуб задает тело, он создает, если есть дуб, то виски получает свою полнотелость, да, виски не становится водянистым, да, вот если должная продубленность, если задубленность большая, то виски становится похож на дубовый отвар, я не знаю, кто-нибудь в детстве полоскал горло, нет дубовым отваром, когда хочется все дело вылить и выплюнуть. Здесь же баланс имеет максимальное свое совершенное сочетание. С моей точки зрения это один из самых интересных виски, которые я там свое время пробовал. Более того, могу вам сказать, что те, кто знает, что это такое, знают, что это скриншот из виски-базы, это всемирная база всех виски, шотландских, японских, канадских, американских, а это топ тысяча лучших виски всех времен и народов. Под 292-м местом здесь указан Гленн Росс из 69-го, Данкан Тейлор, Менокуэйх коллекшн, 42 года, 44,7, ну, все выходные данные. Я вам могу честно сказать, что безусловно, я горжусь тем, что мой Гленн Росс из 69-го года попал в 300 лучших виски всех времен и народов. Это самый лучший по показателям виски-базы, это самый лучший Гленн Росс из всех Гленн Росс из, которые когда-либо выпускались, которые вообще есть. Да, он среди Гленн Росс он на первом месте. Здесь у него 93,79, ну, да, где-то примерно так. Опять же, я не склонен преувеличивать влияние виски-базы, я бы калили поставил бы 98,5, но люди тупые, они не готовы воспринимать калилу с той теплотой и нежностью, как ее воспринимаю я, но я ее воспринимаю совершенно не объективно. Соответственно, если посмотреть на то, что было сделано, то, с моей точки зрения, это были несколько очень веселых лет. К сожалению, по независимым от нас причинам, от меня причинам, от Данкан Тейл причинам, наше сотрудничество прервалось и в итоге была выпущена линейка только из шести молтов. Но каждый из шести молтов, я считаю, заслуживает своего слова, своего времени и своего почитания. Спасибо. Спасибо. Субтитры Субтитры